На одной стороне визитная карточка Крыма, замок Ласточкино гнездо, на другой памятник затопленным кораблям в бухте Севастополя. В истории российского денежного наличного обращения это вторая памятная банкнота после Олимпийской. Дизайн разрабатывали специалисты Банка России и предприятие «Гознак». Изображение нанесено на особую хлопковую бумагу, которая не светится в ультрафиолете. Есть специальные метки для слепых, чтобы они могли определить номинал купюры на ощупь. Помимо традиционной защитной линии, на банкноте есть водяной знак, изготовленный по новым технологиям. При его изготовлении сочетали многотоновые водяные знаки, но с внедрённой в неё филигранью. Поэтому на этой новой банкноте при контроле водяного знака можно увидеть высококонтрастное изображение портрета Екатерины II. Впервые при оформлении использован символ рубля. При нанесении числа 100 применили так называемую оптически переменную краску. Кредитные организации все были обеспечены этими банкнотами пропорционально тем объёмам, которые поступили в наш регион. Безусловно, это очень ограниченное количество банкнот. И вероятность того, что вы её увидите в обычном обращении, очень и очень маленькая. Общий тираж 200 миллионов штук. В суммарном выражении это 2 миллиарда рублей. Этими купюрами, как и обычными, можно расплачиваться за любые товары и услуги. На новой купюре в правом углу есть QR-код, который содержит ссылку на официальный сайт Банка России. Там можно прочитать обо всех особенностях новой купюры. Кроме того, во время проведения презентации памятной 100-рублёвки, Александр Юров, директор департамента наличного денежного обращения Банка России, рассказал о том, что может появиться банкнота, посвящённая проведению чемпионата мира по футболу в России. Продолжение следует...